Патриоты России в Тюмени прошли первенство и чемпионат области по армейскому рукопашному бою. Их посвятили Дню военного разведчика, который отмечали в эти выходные на торжественное открытие соревнований. Приехали почетные гости города, также побывала и наша корреспондент Вера Баранова. 12-летний Максим Пилипенко приехал на соревнования из Тобольска. Армейским рукопашным боем школьник занимается уже 4 года. В предварительном поединке одержал победу, но настроен самокритично. Впереди финал и нельзя расслабляться. Слишком медленно работал, надо скорость повышать и выносливость. Созданный когда-то представителями спецподразделений, армейский рукопашный бой сегодня на пике популярности, в том числе и в регионе. Всего детей в государственных только учреждениях занимается около 500 человек данным направлением. Но кроме того, есть и частные фитнес-клубы, которые пропагандируют рукопашный бой. Многие из них реализуют большое количество социальных проектов, в рамках которых дети из малообеспеченных семей и других незащищенных слоев населения могут приходить и абсолютно бесплатно заниматься. В первый день на татаме сошли 100 человек. К этим поединкам ребята готовились целый год. Помимо тюменской делегации побороться за звание лучших, приехали представители из Тобольска, Кургана и Екатеринбурга. Всего 8 команд. Первенство Тюменской области по армейскому рукопашному бою «Патриот России» проходит с 2000 года. За 17 лет масштаб соревнований серьезно вырос. И если на первых состязаниях было всего лишь 30 участников, то теперь ежегодно не менее 200. Бой на татаме длится не более трех минут. Основная задача – максимально быстро обезвредить противника. В этих соревнованиях проигравших практически нет. После боя человек видит свою перспективу самосовершенствования и достижения определенных результатов. Опыт показывает, что все те ребята, которые прошли большую вот эту школу армейского рукопашного боя, им всегда легче служить. По результатам соревнований победу одержали спортсмены клуба в Тюмени. Причем во всех возрастных категориях. Вера Баранова, Андрей Харькин. Тюменское время.